В эфире телеканала ННТ Новости 24. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте и к событиям сегодняшнего дня. За пять месяцев в ДТП Дагестане погибли более ста человек. Об этом сообщают пресс-службы регионального МВД. С января по май этого года на дорогах республики зафиксировано около 500 ДТП, в которых погибли 107 человек, среди них 9 детей. Различные телесные повреждения получили 657 человек. По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество ДТП на дорогах республики уменьшилось, но погибло больше людей. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко находится в Дагестане с бригадой медиков. По прибытии руководитель столичной больницы, которая первая испытала на себе всю тяжесть борьбы с коварным недугом, встретился с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджейбрагимовым, чтобы обсудить основные задачи рабочей командировки. Специалисты планируют посетить несколько медицинских организаций, перепрофилированных под стационары для лечения пациентов с коронавирусом. Московские врачи ознакомятся со схемой лечения, проведут осмотр тяжелых пациентов. Главная задача приезжих специалистов – не проверять, а помогать и поддерживать дагестанским коллегам в этой нелегкой борьбе с новой инфекцией. Владимир Васильев поблагодарил московских врачей за помощь в борьбе с вирусом. Встреча с главой Дагестана прошла в аэропорту Махачкалы, где и были вручены благодарственные грамоты медикам. Отметим, что приезжими врачами была проведена консультативная и методологическая работа в 11 лечебных учреждениях Дагестана. В результате совместных обходов по отделениям различных стационаров было проконсультировано около 700 пациентов. Кроме того, выполнен разбор конкретных клинических случаев с последующей коррекцией терапии. Специалисты выработали тактику ведения больных. По каждому тяжелому больному был проведен врачебный консилиум. Из Дагестана в Северную Осетию благотворительный фонд «Инсан» оказал гуманитарную помощь жителям Братской Республики. Сизые продовольствия на сумму порядка 4 миллионов рублей были доставлены представителями фонда «Сегодня». Подробности смотрите в следующем сюжете. Преодолев путь с длиной 265 километров, представители фонда «Инсан» на месте, в Северной Осетии. Внутри огромные фуры, защитные костюмы, маски и другие сизы для врачей, а также более 25 тонн продуктовой помощи. Такую поддержку во Владикавказе высоко оценили. Я бы хотел поблагодарить фонд «Инсан», хотел поблагодарить муфти Республики Дагестан. Мы не сомневались в нашем братском отношении, в нашей братской помощи, но исходя из того, как сегодня тяжело в Дагестане, эта помощь, я считаю, что нам многократно дороже, что при всей этой ситуации они не забывают своих братьев. Ситуация в Северной Осетии не критическая, но кризис и трудные времена из-за пандемии коронавируса застали многих врасплох. Зачастую за чертой бедности оказываются простые люди, поэтому любая поддержка для них сегодня на вес золота. Дагестан всегда был рядом с нами, это наша братская республика. Братский Дагестан оказал помощь и большое им спасибо за то, что они в такой сложный момент оказались рядом, хотя у них у самих очень сложная ситуация. За время пандемии благотворительный фонд активно снабжает продуктами первой необходимости нуждающихся дагестанцев. Но помощь необходима сейчас и другим регионам страны, поэтому в Дагестане обратили внимание на происходящее за пределами республики. Пройти мимо проблем соседей было нельзя, отмечает руководство фонда. Сегодня мы привезли примерно 25 тонн продуктовой помощи для распределения среди населения и средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Нам помогает обычный народ, который всегда не остается в стороне на призыв о помощи. Это не только Дагестан, это вся Россия. Это уже второй выезд представителей инсана в соседней республике с целью оказания благотворительной помощи в связи с пандемией коронавируса. До этого сотрудники фонда посетили Карачаево-Черкесскую республику и также помогли братскому народу. Хадижа Курбанова, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Владикавказ. Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения России. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Отметим, что Толстикова являлась зампредом правительства Дагестана с 2016 года. Позже этот пост она совмещала с должностью министра по земельным и имущественным отношениям региона. В феврале 2019 года, когда данную должность занял Агарагим Кагиргаджиев, Толстикова оставалась на прежней позиции заместителя председателя правительства Дагестана. Беречь здоровье будущего поколения. В период пандемии коронавируса детская многопрофильная больница имени Кураева функционировала в экстренном режиме. Несмотря на опасность заражения, врачи продолжали добросовестно исполнять свои обязанности. Тему продолжит Курбан Рагимов. Больница не была перепрофилирована под работу с пациентами с коронавирусной пневмонией, но болезнь не обошла и это медучреждение стороной. Врачи работали только по части экстренной хирургии. Многие дети поступали после контакта со взрослыми, поэтому здесь медикам приходилось находиться в режиме повышенного риска. Работа практически была так же нагружена, как и до этого. Особенность была в том, что нам приходилось принимать детей с подозрением на COVID-19. Для этих детей у нас было специально подготовленное отделение и операционный, и даже реанимационный блок. Всегда находились в группе риска. И из-за этого у нас тоже практически 50% специалистов перенесли пневмонию. Они находились и в больницах лечились, и кто дома лечился. Детей с подозрением на коронавирус переводили в профильные отделения, остальных лечили в экстренном порядке. Как отмечают врачи, в период самоизоляции значительно меньше детей пострадало от ДТП. Не изменилось только число обратившихся с гнойно-воспалительными заболеваниями и с большими опухолями. В течение двух месяцев мы приняли 5-6 операций с большим опухолеподобным образованием, и почти ежедневно принимаем больных гнойно-воспалительными и травмами. Цифры у нас где-то 30% от всего больных, всегда было 30% больных, это были экстренные гнойно-травмы. Этот же процент сохранялся и за это время тоже. Других изменений не было таких. Плановых больных здесь не принимали больше двух месяцев. Это отделение объединили с экстренным. Поэтому оказание помощи и операции тут не прекращались. Плановых операций мы не выполняли, но связи с этими плановыми больными мы держали. Они могли проконсультироваться в любое время. Им оказывается необходимая помощь и так далее. Консультировали. Но плановых больных мы не принимали. Но экстренные больные, да, их было, может быть, больше. Допустим, за месяц у нас 20 аппендицитов, из которых большинство было сделано лапароскопические операции. И сложные больные были с запущенным формой аппендицита. Были больные с коронавирусом, которые тяжелые поступали, поступали в реанимацию. Сейчас эпидемия в городе и республике идет на спад. Поэтому медучреждение с 15 июня начнет госпитализацию плановых больных. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»